Казанский федеральный университет Директор института Михаил Дмитриевич Щелкунов Декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Григорьевич Толчинский Екатерина Валерьевна Снарская, заместитель директора по образовательной деятельности Екатерина Валерьевна, вам тоже добрый день, рады вас здесь видеть Перед тем, как начать эфир, когда прислали уже список вопросов Обратил внимание на один интересный и предлагаю его вывести вообще главным сегодня в нашей программе Звучит он следующим образом Исфнимк это мощь, мы знаем, что у института есть такой лозунг Ну, ни для кого, не секрет Почему стоит поступать в этот мощнейший институт, почему мощь Давайте через этот вопрос свяжем его с остальными И попробуем нашим абитуриентам объяснить, почему стоит поступать именно сюда Вот так вот мы зашли на вводное слово Отличное предложение, Роман, позвольте, я и начну Пожалуйста, Никольевич Ну, постараюсь убедить наших уважаемых зрителей, слушателей, которых я сердечно приветствую В том, что слова ведущего, вообще говоря, действительно являются правдой Ну, сегодня институт социально-философских наук и массовых коммуникаций Которому на будущий год исполняется 10 лет Один из пяти институтов федерального университета, который мы называем группа крупных Что это означает? В нашем институте сегодня учатся свыше трех тысяч студентов всех уровней и форм образования Работает почти 250 сотрудников, из которых 170 – это преподаватели Каждый шестой преподаватель – доктор наук, две трети – кандидаты наук Институт осуществляет подготовку по 11 направлениям полного цикла, которые, я думаю, наши слушатели хорошо уже изучили От религоведения, теологии и философии, заканчивая рекламой связи с общественностью, медиакоммуникацией, телевидением и телепроизводством В общем, спектр очень широк В структуре института два отделения и один факультет – высшая школа журналистики Вот в стенах замечательно это учреждение мы ведем нашу сегодняшнюю встречу Подготовка ведется по 16 бакалажским, 25 магистерским и 8 программам аспирантуры Уверю вас, что по количеству и разнообразию направлений подготовки и образовательных продуктов Из гуманитарных институтов с нашим институтом могут состязаться только Институт экономики, управления и права, институт международных отношений и отчасти институт филологии И с ним эта мощь не только количественная, но и качественная Институт является крупнейшим центром гуманитарного и архитектологического образования Крупным исследовательским центром, который работает над самыми актуальными проблемами развития В первую очередь республики, привозка федерального округа и нашей страны, России в целом О привлекательности института свидетельствуют две цифры, которые я не без гордости привожу Я думаю, они не нуждаются в комментариях Если без малого 10 лет назад, в 2014 году, когда образовался институт Весь контингент студентов составлял чуть более тысячи человек То в прошлом году, и говорю это не для красного словца, коллеги не дадут соврать Мы только на первый курс зачислили 1300 с лишним человек студентов Вот и делайте выводы, зачем люди поступают в наш институт Особностями образования и науки института являются три Я думаю, они тоже как-то сподвигнут вас к мысли Почему все дороги идут в институт социально-философских наук и массовой коммуникации Первое, это, как правило, очень индивидуальное отношение к каждому обучающимся Когда преподаватель старается удовлетворить запросы образовательные и исследовательские Каждого из своих воспитанников Второе, это очень хорошее сочетание фундаментальной гуманитарной и обществоведческой подготовки С одной стороны, и современных практико-ориентированных инструментов образования и подготовки профессий с другой Ну и, наконец, третьим, чем мы гордимся и о чем уже Роман здесь говорил Институт бесспорно является лидером общественной жизни студенчества Казанского университета Нет ни одного более-менее важного события общественной жизни учащейся молодежи Университетского ли масштаба, республиканского, федерального, российского и даже международного В котором не принимали бы участие наши студенты И тот факт, что регулярно представители нашего институтского студенчества Занимают самые топовые места в конкурсах студент года Университета, республики, федерального уроку и даже России Это говорит само за себя Здесь, как говорится, комментарии излишни Поэтому я считаю, что мощь института как раз и создается вот этими обстоятельствами И приглашаю вас попробовать свои силы в компании абитуриентской, приемной компании этого года Чтобы получить счастливый билет и занять свое место на студенческой скамье Спасибо, Михаил Дмитриевич Илья Григорьевич, Екатерина Валерьевна, есть что добавить? Я думаю, мы в ходе нашего с вами разговора, да, отвечаем на конкретные вопросы абитуриентов Более точечно будем уже как раз эту тему реализовать Поехали углубляться тогда Расскажите о направлениях вашего института, что нового ожидать в этом году? Ох, нового на самом деле у нас много, если позволите, я все-таки, да, вот сейчас об этом поговорю Дорогие абитуриенты, безусловно, ежегодно институт актуализирует образовательные программы Которые мы реализуем, это касается и уровня бакалавриата, и уровня магистратуры, безусловно Но хочу обратить особое внимание на несколько направлений подготовки образовательных программ Которые до приема 2023 года мы в принципе не реализовывали И, соответственно, новые направления, которых не было вообще никогда Значит, что касается новых профилей, то есть конкретно новых образовательных программ Которые мы планируем реализовывать, начать с будущего набора Здесь у нас, во-первых, конечно, безусловно, обращайте внимание на правила приема Приложения 1, где размещен план приема с перечнем вступительных испытаний и наименованием образовательных программ Значит, мы планируем открывать новую профиль подготовки в рамках направления Политология, бакалавриат, политические технологии, политический менеджмент Далее из новых образовательных программ мы планируем открывать в рамках направления подготовки телевидения Тоже бакалавриат, режиссура телевидения цифровых медиапроектов И новая образовательная программа в рамках теологии Исламская теология, государственно-конфессиональные отношения и православная теология Что касается магистратуры, там количество новых образовательных программ еще больше Но здесь, как правило, у нас на КФУ Лайф присутствуют ребята, которые поступают на уровни бакалавриат Поэтому я подробно по магистратуре, наверное, говорить сегодня не буду Но еще на что хочу обратить внимание В этом году мы планируем открывать новые направления еще подготовки Это организация работы с молодежью Если вы обратите внимание на план приема, то увидите, что на данный момент там не предусмотрены бюджетные места Но совсем недавно вышло постановление нашего учредителя Миноборнауки России Согласно которому университеты могут при согласовании с учредителем Перераспределить часть выделенных бюджетных мест на приоритетные направления Поэтому, дорогие абитуриенты, обязательно отслеживайте эту информацию Потому что мы очень надеемся, что именно на это направление подготовки У нас будет выделено 15 бюджетных мест на бакалавриат Соответственно, мы будем принимать уже на условиях конкурса по результатам ЕГЭ Как раз-таки следующий вопрос У нас сколько бюджетных мест в этом году? Так что предлагаю эту тему продолжить Да, в этом году ситуация с бюджетными местами не настолько стабильна, как в прошлые годы Потому что последние пару лет у нас было достаточно большое увеличение бюджетных мест В этом году отсутствуют на данном, повторюсь, этапе бюджетные места на направление бакалавриата конфликтология Организация работы с молодежью Все направления подготовки очной формы обучения высшей школы Куда входит журналистика, телевидение, реклама связи с общественностью, медиакоммуникация Еще раз, очная форма, там на данный момент не предусмотрены бюджетные места Но при этом обратите внимание, что у нас есть направление подготовки журналистика, бакалавриат Еще и в заочной форме Вот там предполагается 50 бюджетных мест, которые уже сейчас присутствуют в плане приема И, безусловно, они уже никуда не денутся Все остальные направления, это философия, теология, социология, политология Они обеспечены бюджетными местами Отслеживайте конкурсную ситуацию, смотрите, сколько у нас их выделено В среднем от 20 до 30 бюджетных мест на каждом из этих направлений у нас присутствует Давайте закончим с блоком таких официальных вопросов С контрольными цифрами и перейдем уже к более интересным вопросам Как раз таки об учебной части и внеучебной части Что насчет проходных баллов в прошлом году? Как обстояли с ними дела? И, может быть, уже есть какие-то прогнозы, ощущения Насколько серьезной будет битва в этом году у абитуриентов? Битва будет действительно серьезной Потому что на протяжении последних как минимум 10 лет Не было ни одного года, когда проходные баллы бы уменьшались Относительно предыдущего года приема Ежегодно они стабильно увеличиваются от балла до 3 В зависимости от конкурсной ситуации Безусловно, сейчас мы точно сказать не можем, сколько будет проходной балл Потому что это зависит и от количества поданных заявлений И от качества сдавших в ЕГЭ школьников Соответственно, в среднем по итогам прошлого года Вы можете отследить это на сайте У нас по институту, то есть суммарно по всем направлениям подготовки По итогам прошлого года 87,5 баллов был проходной на бюджет Из трех испытаний Да, сумма считается исходя из трех ЕГЭ по результатам вступительных Хорошо, переходим к следующим вопросам Есть ли у вас подготовительные курсы для поступающих? Есть Причем, обратите внимание, в институте реализуются разнопрофильные совершенно направления подготовки Есть те, которые мы прием ведем исключительно по результатам ЕГЭ В этом случае, безусловно, у нас в университете Непосредственно не в институте, но в университете Есть центр по работе с одаренными школьниками По подготовке к ЕГЭ То есть, если вы хотите подтянуть свои потенциальные баллы По конкретным профильным общеобразовательным предметам Безусловно, вы можете обратиться в приемную комиссию И, соответственно, эти курсы проходить Есть у нас направление с творческой направленностью В частности, в университете, в нашем институте Это направление журналистика Ежегодно мы реализуем дополнительную программу Школы молодого журналиста Которая проводится в течение практически всего учебного года Проходит она в очной форме Ведут образовательные процессы по этой программе Непосредственно преподаватели нашего института Но если ребята, желающие абитуриенты Поступать на данное направление из других регионов Что, безусловно, это очень частая ситуация То ежегодно перед началом вступительных испытаний Мы реализуем очень концентрированные Краткосрочные курсы Непосредственно по подготовке к творческому экзамену По направлению журналистика Информацию о сроках проведения этих курсов Обязательно отслеживайте на сайте Института социально-философских наук Она будет опубликована официально у нас на страничке И на сайте приемной комиссии Ориентировочные сроки это с 1 по 5 июля То есть буквально за неделю-две До начала непосредственно вступительных экзаменов Для того, чтобы ребята могли полноценно подготовиться И немножко переварить полученную информацию Смотрю я сейчас на следующие вопросы И здесь можно даже провести параллель С институтом филологии и межкультурной коммуникации Там у них задавался вопрос в духе кто такой филолог И вот эти все мифы, которые связаны с сферами быстрого питания И всего прочего Где наши гости смогли его в пух и прах просто разобрать Предлагаю вам сделать то же самое Вопрос звучит следующим образом Интересует направление философии и социологии Могу ли я затем найти работу по профессии? Ну наши выпускники вообще по этим в частности направлениям Без работы не остаются И более того, занимают достаточно хорошие карьерные позиции Впрочем, не всегда это связано с работой по той квалификации Что написано в дипломе Но в конечном счете, если образование Пусть философское, пусть социологическое Помогает людям стать менеджерами крупных компаний Помощниками государственных деятелей Референтами в тоже общественных организациях Или учреждениях власти Это ничуть не обесценивает Ни философскую, ни социологическую подготовку Для социологов это, конечно, работа В первую очередь в различных социологических службах Это работа в специальных лабораториях Которые существуют и при бизнес-компаниях А для философов, помимо традиционных Это, конечно, преподавательская работа В учреждениях профессионального среднего образования И, конечно, высшего образования Аспирантура Еще раз повторяю Очень хорошо складываются обстоятельства Когда они достигают высот совершенно в другой сфере Ну, вот, к примеру, руководитель пресс-центра Или пресс-секретарь крупнейшего логистического объединения Это Казанский аэропорт Адель Гатаулин Он кандидат философских наук Выпускник нашего факультета И блестяще проявляет себя в этой деятельности Да, еще примеры? Да нет, вообще не очень понятно Почему этот вопрос исключительно адресуется к системе образования Люди приходят получить образование У них какие-то есть внутренние установки Они формируются у них в процессе учебы и так далее Понимаете, те люди, кто настроен на карьеру На то, чтобы состояться в той сфере Которой он пришел обучаться Он на 99,9% найдет себя в этой жизни С дипломом Казанского федерального университета Закончив этот институт в частности и в первую очередь К вопросу о мощи Он будет востребован железно Если он этого хочет Но если у него какие-то иные жизненные планы Что-то говорили филологи В общественном питании Это вопрос внутренних установок Там, кстати, тоже нужны люди С хорошим интеллектом И желательно, чтобы какие-то маркетинговые навыки были Пусть идут туда Но если у человека есть жизненная установка состояться В той сфере, куда он пришел учиться На что он пришел учиться Вот ему гарантия Казанский федеральный университет для него гарантия Что у него все получится Но уверяю, и философы и социологи В ресторанах официантами не работают Есть профессионалы, это точно не то Это сфера подработки студентов Где они подрабатывают Потому что очень много платного и дорогого в этой жизни Чего уж тут греха таить И то, что человек хочет реально в этой жизни реализовать Уже получив диплом, уже став профессионалом Тут одно с другим путать Мне кажется, не очень корректно Но немало имеет диплом Бакалавра или магистра философии Трудятся в медиасфере Илья Григорьевич А я не диплом социолога И обращаю внимание Что это просто тренд уже устойчивый Что многие выпускники института Именно благодаря вот той атмосфере Которая вовлекает их в общественно-политическую Другую деятельность Очень неплохо делают себе карьеру По линии молодежной политики Все управление молодежной политикой У нас процентов 70 Это выпускники нашего института В том числе и философы, социологи В Минмоле два заместителя министра Это выпускники нашего института В аппарате или в администрации Главы республики Тоже есть наши выпускники И еще раз повторяю Леонид Григорьевич прав Дело не в том, что у тебя написано в дипломе В конце концов, это для человека не очень важно Если это позволяет ему реализовать себя Так, как он хочет В других сферах, в других областях Впрочем, это традиционная миссия университета Университет должен учить науки и искусству профессии А как ты ее выберешь? Тем более, что выбор, как известно, на всю жизнь одной профессии Сегодня практически невозможен Учиться, переучиться надо всегда И еще раз повторяю По трудоустройству мы в рейтинге Министерства образования и науки Занимаем процентов 75-78 от трудоустроенных Это очень высокий показатель По сравнению с другими направлениями подготовки Слушаю вас, хочется сказать Несмотря на весь технологический процесс И то, что у нас нейросети Сейчас начинают интегрироваться в нашу жизнь Те пословицы, поговорки, которые были реализованы Пару веков назад До сих пор актуальны Кто ищет, тот всегда найдет Было бы желание Когда мозги хорошо поставлены А мы стараемся ставить мозги Не зирая на какие-то наши различия В направлениях подготовки Это, понимаете, самое главное В конце концов, люди делают себе карьеру Не цветом корочек своих дипломов А то, что у них заложено Вот в этой части нашего тела Хорошо Перейдем к высшей школе журналистики Мини-коммуникации Леонид Григорьевич Пообщаемся с вами Насколько активная жизнь у студентов Данного подразделения Ну, собственно, все, что сейчас говорилось В целом про институт Оно относится и к высшей школе Как к составной части Что имеется в виду? О какой активности идет речь? Образовательная Она суперактивна Потому что учебные планы Максимально практикоориентированы И тут не поотдыхаешь Не зазевываться Зазеваться некогда Постоянно надо творить Что-то созидать Что-то делать Подтверждать полученные знания Конкретными продуктами Которые ты предъявляешь В процессе учебы Вот даже шоу-рум Где мы сейчас сидим И работаем Он же постоянно занят Постоянно кипит жизнь Студенты что-то делают Что-то снимают Что-то отрабатывают Вон видите Сколько кресел уже погнутых Потому что все Постоянно загружено Занято И это касается и журналистов Это касается и направлений Рекламы связи с общественностью Медиа коммуникации Если говорить о студенческой жизни Активной студенческой То она не разделяется Так что вот здесь жизнь Высшая школа журналистики А здесь институт Она общая Они задействованы Во всех Тех значимых событиях Которые происходят В университетской Студенческой жизни И спортивной И культурной И волонтерской деятельности И деятельности Ну по каким-то Общественным По линии общественных Организаций Общественных инициатив Студенты Почти всегда Института И высшие школы В том числе Берут лучшие места И призы На всех конкурсах Халя студент года Да Я уж не говорю о том Что просто студентами года Остановились То есть это лучшие студенты Года Российской Федерации Не Татарстан Не Казани Российская Федерация Остановились студенты Института Какие еще могут быть Подтверждения Того что здесь Жизнь кипит До такой степени Что она Федеральная На федеральной повестке Оторожается Ну и потом Студенты высшей школы Это же обязательно Медийное сопровождение Всех мероприятий Уже это Говорят Без них В нашем мире Как без медийщиков Невозможно Я Каждый год Даю Кучу самых разных Интервью И приятно Что ко мне приходят Наши студенты Вот с камерой С треногой С блокнотом Как угодно Это наши Вот они учатся Или немножко уже Подросли Отучились Там в магистратуре И все равно Продолжают это дело Какие кадры Готовит высшая школа Следующий вопрос Звучит так Ну В общем-то Вот то что мы Сейчас Коллективно Проговорили Что Не всегда Так важно Что написано Да В дипломе Вот И мы Сейчас Эту тезис Эту мысль Раскрыли Если конкретно Да Направление подготовки Они Уже произносились Обозначены Это телевидение Ну Мы сейчас Шире Да На это заходим Называется Телевидение Да Ну вообще Экрана искусства Этот большой мир Визуального Производства Он как бы Находится В сфере Подготовки Этого направления Это журналистика Включая Национальную журналистику Кто бы не пытался Еще там Что-то готовить В направлениях Национальной журналистики Здесь есть Устоявшаяся школа Здесь есть Устоявшиеся традиции И даже В условиях Отсутствия Бюджетного финансирования Мы выделяем Подгруппы На Заочном направлении По национальной журналистике Кстати Туда приходят люди Уже работающие В отрасли Это вопрос Об официант Не официант Туда приходят А люди Работающие в отрасли Которые идут За тем Чтобы подтвердить Свои навыки Профессиональные Они у них бегут Чуть-чуть вперед Действительно Какими-то знаниями Более фундаментальными Это очень хороший тренд Направление подготовки Рекламы Связи с общественностью И медиакоммуникации Тоже про это говорили Ну вот если Об этом Вопрос Да, Дальний Горисович Ну если Вопрос о том Где они и кем Могут работать То я буквально Присоединяюсь к тому Что говорил Михаил Дмитриевич Практически И фактически Везде Потому что Сегодня нет Той сферы деятельности Где не требуются Специалисты В области Ну медиакоммуникации Медиакоммуникационного Управления Менеджмента Продюсирования Не одна деятельность Сегодня Начиная от Медицины Суперфундаментальные Вроде Знания Человеческой жизни Нефтедобычи Геологии И космоса И заканчивая Ну каким-то Более такими Гуманитарными Понятными И более Доступными Для вот Гуманитариев Сферами деятельности Они все Не обходятся Без специалистов Которые Так или иначе Нужны Повседневно Владеющие Медиакоммуникационными Технологиями Так же Как без Этищиков Невозможно Ни производство Ни наук Так и здесь Поскольку Для медийного Публичного Пространства Ну это Как вот Обязательный Человек Как бухгалтер Скажем Там Я не знаю Как главный инженер Мы занимаемся Своей деятельностью Занимаемся Но вот Наступает момент Когда нам нужны Ваша помощь Специалистов Области меди Чтобы вы Донесли И ответили Мы через вас Через ваши Технологии И возможности На многочисленные Вопросы Многочисленной Большой аудитории Теряющейся В этом большом мире Образовательных Предложений Которые сегодня Существуют И чтобы Обратили внимание И заметили Вообще Наши возможности Кстати хочу Еще подчеркнуть Одну особенность Которую хотел сказать Тут поберег время Значит Обратите внимание Что вот 11 направлений Подготовки Очень разных Хотя Социально И гуманитарно Как бы Направленных Под одной крышей Обращаю В одном институте Создают Прекрасные возможности Человеку Получить Как минимум Два А при желании И возможности Три высших образования Почему Закончил бакалавриат По Скажем По медиакоммуникациям Потянул в социологию Он может Закончить Магистратуру По социологии Если есть желание Ну просыпается Интерес К науке И мозги Так же поставлены Он может Пройти Условно говоря Аспирантур На политологии И в итоге Через Сколько-то лет Выйти Действительно Человеком По крайней мере Общаяние Студентов Преподавателей Подсказывает Где Может Удовлетвориться Твой интерес Уже После бакалавриата А мы с вами Хорошо знаем Что Вкус и интерес К своему призванию Далеко не всегда Раскрываются На ступени бакалавриата Только может быть В 20-21 год Сердце начинает Подсказывать А ты на самом деле Не только Медийщик Но и в душе Религавет Я условно говорю Но Когда это соединяется Два в одном Или три в одном Эта же конкурентоспособность Повышается Ровно В столько раз Сколько Дипломов Об образовании У тебя есть на руках Это не помешает Даже если ты в этом разочарован Это все равно Выстрелит И Выхлоп даст Даже в том деле Которому ты пришел Через 5-7-9 лет И так далее Ну согласитесь Это так Спасибо Продолжим по вопросам Вот абитуриента прилетает Интересует направление Телевидение Где проходят практику студенты В целом Как проходит учебный процесс Ну Обо всем учебном процессе Рассказывать Наверное будет долго Да Я уже Его Значит Основные параметры Как бы назвал Они касаются И телевидения И журналистики Он практико ориентирован Максимально Да То есть Значительное число курсов Так или иначе Связано с Отработкой Навыков Компетенции По созданию Тех или иных Медийных Визуальных продуктов Телевизионных продуктов Он Значит Практико ориентирован Через В частности Так называемое Прикладное Медиапроектирование Где Тотально Через все Четыре года Мы про бакавриат Говорим Да Обучение Последовательно Усложняется Да Задача Создания Медиапродукта И уже даже На защиту Выпускных Квалификационных Работ Студенты Выходят С проектами С конкретными Визуальными Проектами Причем Проектами Сопоставимыми Не так что Один снял ролик Другой снял кино А третий Перетащил сюжет Который где-то Там Что-то там Слепили Да Это все Телевизионный Документальный Фильм По определенным Параметрам Делок Как наиболее сложный Да Формат Телепроизводства То есть Первое Он проходит В максимальном Приближении К практикам И с практиками В том числе Значительное число Преподавателей Курсов Соответственно Передано На преподавание Людям Из Отрасли Те кто Этим занимается Повседневно Что еще Вот можно Здесь отметить Как проходит Обучение Да Вопрос Ну вот Вот так В активных Практиках Следующий А да А базы Да Вот я помню Что-то еще Не учебная Студия Пришел Сдал Работу Сделал Сдал Работу Ну и Преподавать Там Решил Пойдет Не пойдет Да Все Мы сейчас Сдал Мы Мы Сидим В публичном Эфире И Осуществляет Его Собственная Телекомпания Осуществляет Его люди Которые Являются Преподавателями Пресс-конференция Несколько недель Назад Была С нашим Федеральным Министром Привело Его В Такой Приятный Восторг Что Есть Университеты Оказывается Где Вот такие Полного Цикла Телекомпании Свои Существуют Завязанные На интересах Студентов И подготовки Этих Студентов Разве Это не база Практик База Практик Постоянно Действующий Который Что называется Вот здесь Не отходя От места Учебы Ну кроме Этого Существует Конечно У нас Достаточно Плотное Взаимодействие С местными Телекомпаниями Их не очень Много В Казани Поэтому Мы Расширяем Круг Тех Компаний И тех Продакшн Студий Которые Предлагают Свои услуги В части Баз Практик Но Очень аккуратно Это делаем Понимая Что Очень часто Наши Студенты Могут Оказаться Более Компетент Компетентными Чем те Студии И те Компании Которые Приглашают Тут Проходит Еще и подготовка Относительно Прямых эфиров То есть Все зацикливаются На медиа То что Это Писать посты В телеграм Это делать Различные Пресс-релизы И все остальное Но Как показывает Практика Мы Насколько я знаю Единственный Вуз В России Кто Условные Фестивали День первокурсника И студ Весна Во-первых Показываем В полном объеме В прямом эфире И это делают Не то что Сотрудники Нашего телеканала Это делают студенты Которые Параллельно Еще и обучаются Этому Да Это Завтрашний день Когда говорят Надо вернуть Людей к экрану Особенно молодых Они туда не идут Сегодня Прежде всего В силу того Что все в записи Прямого эфира В прямом эфире Мы потеряли Как Как индустрию Это беда Как и живое исполнение На эстраде Да Одна фанера Времена Ларри Кинга К сожалению Почему-то Вдруг ушли Величайшего Журналиста Прямоэфирщика Сейчас они возвращаются Через новые технологии Не дают эти возможности У нас Очень большое Внимание Уделяется Отработке Возможности Новых технологий С тем Чтобы они были Задействованы В будущей работе В будущей профессии И этому Соответственно Надо обучать Отсюда же Концепция Стримингового телевидения Который сейчас Отрабатывается Здесь Опять же Силами наших студентов Так что Да Это очень существенное Дополнение Это мало Кто себе Сегодня позволяет Во-первых И рискованно Во-вторых Это требует Профессионализма Высокого Но мы В этом смысле Студентам Своим доверяем Вполне И в-третьих Недешево Надо сказать Ну Да Осталось еще Пара вопросов Мы уже Проговорили В каких Областях Могут работать Наши Выпускники Но все-таки Хочется немного Конкретики То есть Если есть Возможность Назвать Эти организации Где работают Наши выпускники По всем Направлениям Да Ну начну с Философии В госстандарте Про стандарте Ликтин Валерина Может добавить Прямо написано В любых Организациях Высшего образования И науки Потому что Определить Стандарты работы Философа Пытались Разложив Один Два Ничего не получается Это действительно Универсальная Подготовка Которая Может выстрелить В самых Неожиданных Местах Велиговеды Работают в системе Государственно-церковных Отношений Тоже В восемнадцатом Году Вышел Про стандарт Это специалисты По межнациональным И межрелигиозным Отношениям Актуальнейшие Темы Вы знаете Сегодня По разным Обстоятельствам И специально Есть отделы В органах Мунициплину Управления Республиканского Управления Которые Прямо Отвечают За отношения Между государством И церковью Понятно Что И в нашей Республике Многоконфессиональные Две ведущие Конфессии И в целом В России Это Чрезвычайно Важная Сфера Деятельности Политологи Это Дорога В политические Партии Это Дорога В Консультационные Различные Агентства При политических Партиях Это Дорога В том числе В органы Власти Но уже С процедурой Избрания И так далее Скажем Есть Может быть Коллеги знают Наши зрители знают Артем Вячеслав Прокофьев Это Депутат Государственной Думы Нынешнего Созыва Он Прошел Весь Путь От Вопутника Нашего Института Закончив Магистатуре Аспирантуру Через Государственный Совет Депутат Нам Был И вот Последний Раз Был Избан Депутатом Государственной Думы Специалист Политолог Социологи Я уже Называл Теологи Так же Как и Религоведы Тоже Очень Широко Востребна Системе Государственных Церковных Отношений Но Помимо Этого Они Могут Еще И Заниматься В системе Образовательных Духовных Учреждений То или Иной Конфессии Работать В воскресных Школах В Волонтерских Организациях В Аппарате Руководство Конфессии Там тоже Очень Ценят Теологическое Образование Полученное В светском Аккредитованном Государственном Университете Ну Наверное По Нашим Отделениям Все Да Конфликтологи Тоже Очень Востребованная Профессия Поскольку Ее Основная Задача Это В досудебном Порядке То есть Не прибегая К вмешательству Закона Ну Собственно Научить Людей Договариваться Поскольку Процедуры Связаны С привлечением Органов Судебной Власти Это Очень Длительные Процедуры Дорогостоящие Не всегда Эффективные То Ну Давно Мир Показал Нежели Чем Закидывать Друг друга Исками Лучше Пожать Друг другу Руки И договориться Самим Без привлечения Третьего Так сказать Компонент Третьего Участника В лице Государства Это всем хорошо Известно Напрямую Договориться Гораздо проще Эффективнее Быстрее Дешевле Чем Говорит Государство Разреши Наш спор Вот это Собственно Пафос Конфликтологической Профессии Это очень важно Особенно В нынешних Условиях Когда У нас Очень много Вы знаете Гостей Мигрантов У них тоже Большие проблемы Иногда По незнанию По неведению С законом И они Тем более Тем более Со склонной Объективно К востоку Сознанием Договариваться Без помощи Государства Тоже очень востребованная вещь Ну что касается Высшей школы Журналистик Ну и везде Все медиакорпорации Медиасферы Российской Федерации Потому что Студенты сюда Приезжают учиться От Шикотана Это Острова Курейской Гряды До Калининграда От Мурманска И до Крыма 58 субъектов Федерации Здесь 58 Они Большая часть Из них Разъезжается К себе домой И занимают места Достаточно достойные В своих Медиаструктурах На своей территории Все федеральные Медиакорпорации Один Два Десять Там По-разному Да Но все представлены Во всех представлены Наши выпускники Татарстан Просто Полностью Да Стоит Фактически На них Сферы В том числе Они востребованы Все Корпорации Новые Там Вконтакте Или это Ну Новые Медийные Скажем Да Крупные Направления Оно Диалог И так Далее Это Органы Я не знаю Уполномочен по правам Ребенка Даже И та Выпускница Журфака То есть Практически Везде Где так Или иначе Коммуникация Играет Значимую роль А я уже Говорю Таких Сфер Где она Играет Незначимую роль Почти Не осталось Да Есть Люди Которые Закончили Этот институт Или высшую Школу В том числе Так что И кстати Практически Нет жалоб На полученное Медийно-журналистское Образование Я вот Не знаю Случа Кроме того Что хвалят Гордятся Приезжают Еще Приглашают Новые Так сказать Поколение Абитурентов Поступать сюда Может быть Вы знаете Там Какие-то Скандалы И жалобы Я вот Не знаю Говорю Вот честно Кроме Похвал Да Ну люди Дорожат Как бы Для них Вот Высшая школа Наша Она вот Действительно Малая Альма-матер Я бы так Сказал Ну что Еще более Наверное Приятное Для вас Для руководства Института Это то Что Что выпускники Не забывают Свою малую Альма-матер И регулярно Сюда приезжают Вот последний пример Это Евгений Евневич Мач-ТВ Да Только что Что же Время нашего эфира К сожалению Ограничено Сами понимаете То что Многое О чем можно Еще поговорить Относительно Института Собственной Массовой коммуникации Еще не проговорено Поэтому Я надеюсь У нас будут Еще У нас впереди Как минимум Еще 2-3 эфира Будет Впереди Еще достаточно Много времени С одной стороны Еще где-то 5-4 месяца Осталось до приемных компаний С другой стороны Это очень мало Времени Для того Чтобы определиться Финальный вопрос Когда планируется Провести день Открытых дверей Планируется Да Безусловно Планируем В дни весенних каникул 26 марта Это воскресенье В 10 Если не ошибаюсь Утро Обратите внимание На объявления Которые выходят Регулярно На официальном сайте Университета И института Мы планируем Собрать традиционную встречу С днем открытых дверей У нас на базе Нашего института Будет и общая встреча Абитуриентов Где мы будем рассказывать Подробно максимально О правилах приема Которые нас ожидают В этом году И соответственно Покажем Я думаю Леонид Григорьевич Да Подкажем и Универ ТВ И шоурум И наши аудитории Замечательные Расскажем максимально подробно О том Что будет ожидать Ребят В период обучения Вы сможете непосредственно Лично поговорить И с заведующими кафедрами И с ведущими преподавателями И практиками Соответственно Все вопросы Максимально Которые есть И волнуют сейчас Абитуриентов И их родителей Безусловно Мы надеемся На них ответить 26 марта 10 утра Корпус 2 Да Кремлевская 35 Это Здание В том числе Нашего института 15 этаж 16 Где мы планируем Собираться Будем очень ждать Предварительная регистрация Для этого Дня открытых дверей Не требуется Поэтому за это Можете не переживать Вы приезжайте Вас будут встречать Наши волонтеры Провожать до аудитории Ну и соответственно Надеюсь Что все пройдет В штатном режиме Хорошо Итак 26 марта 10 утра Высотный 16 этажный Белый Красивый корпус На Кремлевской Напротив Главного здания Университета Пройти мимо Невозможно Я надеюсь То что все Абитуриенты Которые нас смотрят Запомнили Записали Отметили 80 раз Красным маркером Этот день И обязательно придут Что же На этом наш эфир Подходит к концу Большое спасибо То что пришли к нам Нашли время Есть еще Пару минут Обратиться сейчас К абитуриентам Может быть Что-то хочется им Досказать Ну что же Вам можно пожелать Только удачи Терпения Потому что Вас впереди Ждет действительно Очень важный год В этот год Вы заканчиваете школу И вступаете Во взрослую жизнь И безусловно Выбор Вашего будущего Выбор направления Подготовки Которые Обеспечат Вот ближайшее Ваше будущее Он конечно Очень важен Никогда не бойтесь Принимать решения Никогда не бойтесь Менять принятые решения По ходу Обучения Вы будете Взрослеть Вы будете Обрастать Какими-то Приоритетами В жизни А мы В институте Безусловно Будем рады Видеть вас В числе наших Студентов Я думаю Очень многие Сферы Для вашего развития Они действительно Для вас будут Открыты Поэтому Добро пожаловать Уверяю вас Уважаемые друзья Что поступив сюда На любое направление Подготовки Вы никогда Не пожалеете О полученном Образовании А скорее всего Продолжите его На магистрской А некоторые И на аспирантской Ступени Сергей Григорьевич Абсолютно К этому присоединяюсь Да И надеюсь Что Сегодня знаете Вот Приезжали родители С Своими детьми Будущими Потенциальными Абитуриентами Из далекого Мурманска Вот Ходили Здесь смотрели Знакомились С возможностями И Такую фразу Обронили Знаете что нравится Вот что подкупает В вашем университете Как-то все очень По семейным Подобным Такое ощущение Что вот Здесь ребенок Не потеряется точно Вот Поэтому Знаете Вот здесь Вы не потеряетесь точно И с точки зрения Выбора Своего будущего И с точки зрения Внутреннего Комфорта И с точки зрения Обогащения Вот Знаний Через Общение С многочисленными Высокопрофессиональными Специалистами Преподавателями Учеными Поэтому Вот Только сюда Для того Чтобы чувствовать себя Так же тепло Как вы чувствуете Все дома В семье Еще раз Большое спасибо Ждем Следующей встречи С вами Обсудим Еще раз Те вопросы Которые Обсуждались Сегодня Ну и Скорее всего Процентов на 150 Можно быть уверен Что будут новые вопросы И их тоже Обязательно разберем Мы готовы Спасибо нашему ведущему И всем Спасибо Кто делал Эту передачу Технически Это был КФО Лайф Для Института Социально-философских Наук и массовых Коммуникаций Хороших выходных Увидимся На следующей неделе Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому